...поступает весьма интересная информация, что хоккеисты старта определились, в том числе основной состав с будущими номерами. Итак, на льду этого сезона новичков команды увидим. Под номером 10 сыграет Евгений Мельников, номер 82 у бывшего форварда Кузбасса и строителя Алексея Башарымова, номер 92 у Александра Маркова. Тем временем на первом льду кипят интенсивные работы, а именно поздравления Никиты Сиюкова с днём рождения. Продолжая наблюдать за первой ледовой тренировкой, узнаём, что Андрей Хроменков будет теперь выступать под номером 42. Это автомобильный код Кемеровской области, откуда Андрей родом. А Сергей Даданов под номером 24, как, к слову, его старший брат Павел Даданов, ныне выступающий за хоккейный клуб «Кировец» из Уфы. Однако эта цифрология не влияет на характер подготовки к сезону. Все стараются. Это мой регион, Кемеровский, и я хотел просить, чтобы он был у меня на спорте. Мы все этого ждали два месяца, и очень хотим уже выйти на лед поскорее. Всегда радостно возвращаться на лед, хоть и малый, но всё равно радостное ощущение. Сегодня хороший день. Продуктивный, конечно, на льду больше тренировок, потому что у нас основная специальность всё равно на льду проходит. А на газоне, ну и в зале, в тренажёрном, это в основном на силу, ну то есть подводящие такие упражнения к ледовым. Здесь, в тренировочном ледовом движении, узнаём, что опытный защитник старта Анатолий Голубков теперь будет играть под номером 4, а нападающий Владислав Кутузов под своим любимым номер 7. Впрочем, номерные перестановки не влияют на серьёзный характер ледовой подготовки. Но первый лёд, он всегда в какой-то степени и волнительный, и праздничный такой, да? Все соскучились по ледовой арене с большим настроением, с надеждой, наверное, на лучшее, на хорошее, на положительный результат в этом сезоне. Так что настроение боевое. Готовимся к Кубке страны. А ещё стало официально известно, что старт вместо Ульяновска поедет в Кемерово, так как матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом этого сезона в группе «Запад» пройдут на территории Кузбасса. В связи с отказом Ульяновской области от проведения матчей на льду «Волга-спорт-арена» и поступившим письмом от Министерства физической культуры и спорта «Кузбасса», дирекция по организации проведения соревнований ФХМР приняла решение о проведении матчей среди команд группы «Запад» в Кемерове. Матчи пройдут на льду стадиона «Химик» в ранее заявленные сроки с 13 по 20 августа этого года. Кроме того, решением дирекции хоккейный клуб «Кузбасс» сыграет на первом этапе Кубка России в группе «Запад», а хоккейный клуб «Водник» в группе «Восток». Продолжение следует...